Друзья, привет! С вами Елена Ланде, бренд-шеф «Вкусвилл». Вы знаете, удивительный факт. Кабачок за свою недолгую жизнь успевает сменить до шести владельцев. Вот чтобы этого не произошло, и мы ответственны за того, кого заказали с бесплатной доставкой, мы сегодня приготовим уникальнейшее блюдо. Это будет кабачковый бента торт. Поехали! Нежно натираем кабачки на крупной терке. Кстати, если вы не знали, чем кабачки отличаются от цукини, в кабачках в два раза больше жидкости, чем в цукини, поэтому нам с вами предстоит их отжать. Елена, а огурцы можно морозить? Да, друзья, можно. Просто не размораживайте их. Внимание! Солим! Солим для того, чтобы наш кабачок отдал воду еще быстрее и больше. Заодно запомните, что вы уже солили. А вы согласны, что когда день рождения, вот так вот хряснуть кого-то в фейс кабачковым тортом намного приятнее, чем с кремом? Конечно, а то с чесноком. С чесноком, потом так. Чем хорош кабачковый торт? Сладко едят не все, а кабачки едят все, потому что даже если вы кабачки не любите, приходится. Итак, друзья, мы с вами сейчас так вот отжимаем. Кстати, вот это очень классное командообразующее мероприятие, если вы соберете, например, всех соседей, отжимать вам кабачки. Да. Что делать с вот этой вот жидкостью от кабачков, как считаете? Правильно, вылить. А мы добавляем это в суп. Ну, классная идея. Мне же никто не нужен, чтобы общаться. Да, друзья? Вот то, что все, что остается, мы добавляем в суп. Согласна. Мне даже кажется, что торт из кабачков получился, потому что кабачки просто остались, и мы тоже их добавили в торт. Итак, друзья, мы сейчас туда добавляем яйца. Ну, то есть, по факту, это такие оладьи. Мы делаем оладьи. Кстати, если вы пытаетесь гуглить слово оладья, вам едва ли прилетит рецепт из интернета. Помните, что оладьи – это «и», «они». Пожалуйста, напишите в свое соображение, как будет в единственном числе слово оладьи. Мука. Муку я вам не могу сказать сколько. Вот прям, не знаю, сколько муки. Вы смотрите сами по текстуре. Если уже получаются оладушки, тогда достаточно. Я сейчас добавила приблизительно 2 столовые ложки. Возможно, мне этого хватит. Если вы предпочитаете рисовую муку, добавляйте рисовую муку. Честно вам скажу, похоже на оладьи. Мы делаем с вами основу достаточно нейтральную, но прослойка у нас будет. Если вы хотите добавить чесночок непосредственно вот сюда, добавляйте. Хотите зелень – добавляйте. Мы сделаем вот такой вариант, обычный, вот без всего. Сейчас пожарим. А вот начинка, ну, это прослойка, крем для торта будет особенный. Друзья, помните, что все ингредиенты для нашего бента торта мы уже собрали для вас в корзину. Переходите через QR-код непосредственно в лоточек. Не кошачий. Также помните, пожалуйста, что ПП-вариация может быть в духовке, на противне. Мы сделаем на сковородке такой прикольный небольшой бента торт. Трех-четырех коржей вполне достаточно. Не надо вот это вот, крокенбуш. Ладно, затращивай. В прошлом году я давала рецепт вафели с кабачков, напоминает Полиночка. Также посмотрите, я не могу сказать, что мы его зашьем, этот рецепт в QR-код, но полезно иногда пересматривать наши кулинарные шедевры. Немного растительного масла на сковородку. Помним, что мы используем рафинированное масло. Если вы хотите использовать вот это вот с семечками первого отжима непосредственно в поле, то мы вам запретить никак не можем. Помните, что это бента торт. Мы будем делать небольшие вот такие вот блинчики и жарим. Пока у нас жарится, пожарить нужно нормально. Почему? Потому что если мы не дожарим, жидкость от кабачка будет растекаться. Знаете, мы такие печеночный торт, когда вот это... Вот так нам не надо. Торт имени графа Дракулы. Пока все это происходит, мы подготовим с вами крем. Начинку. Толстый не делайте. Вот так. Чем хорошо лето, друзья? Чем хорошо заказывать чуть больше, чем вам надо? Когда у нас с вами останутся, например, излишки, чего угодно, все в салат. Красавчик, видите, красавчик. Вот такой у вас должен появиться. Пока есть возможность, говорите нет старому чесноку, потому что уже появился вот такой вот молоденький. Вы можете использовать сметану, вы можете использовать, что вам ближе по духу. Крем-чиз я возьму вот так весь. Сначала я замешаю все, что я хочу туда замешать, и только потом добавлю сметану для текстуры. Когда вы покупаете чеснокодавилку, смотрите, чтобы здесь была еще такая штучка для вынимания косточек из вишни. Вдруг пригодится. Так, добавили чесночок, перемешали. Сейчас мы возьмем немного укропа, следим, чтобы у нас ничего не сгорело. Проверяем. Как только становится твердым, вот, нет жидкости внутри, наш с вами блинчик готов. Можно выложить на салфетку, чтобы убрать излишки жира. Чуть прибавляем температуру, потому что мы выкладываем следующий блинчик. Вы видите, что у меня текстура изменилась, потому что мука разошлась. Не забывайте оставлять на какое-то время, для того, чтобы текстура была однородной. Капельку масла. И продолжаем начинку делать. Берем с вами укроп и погнали нарезать укропчик. Сразу в начинку. Так, теперь добавляем сметану. Почему я не говорю, какое количество? Потому что, друзья, вы можете увидеть сами именно текстуру ваших всех вот этих консистенций. Чуть-чуть перца. И чуть-чуть соли. Помните, что крем-чиз сам по себе может быть солоноватый. Не переборщить. Разумеется, мы должны остудить каждый корж. Он не должен быть горячим. Если мы на горячий намажем, то у нас просто потечет крем-чиз со сметаной. Поэтому немного остужаем. Можно в холодильнике. Остудить не бойтесь. С вашим холодильником все будет хорошо. Коржи наши остыли. И мы делаем следующее. Первое. Мы берем немного нашего крема. Крем, который состоит из маскарпоне небольшого количества. Кстати, есть лайфхак, чтобы у вас так торт не ездил. Знаете, что мы делаем? Берем немножечко, сюда мажем. Сверху прилепили. И все, и у нас все держится более-менее. Аккуратно. Помидорки. Здорово, если помидорки будут торчать в разрезе. Поэтому вот в самом тортике. Так, без фанатизма. Хватит нам. Следующий. И промазываем еще раз. Как вы видите, я оставляю сверху. Все будет заканчиваться тоже кремом. Еще немного помидорок. Если вы любите там перец болгарский, может быть, у вас есть шпроты с нового года, некуда девать. Вот все туда. Морковь пассерованную кто-то добавляет с лучком. Вам можно все. И смотрите, что мы делаем. Мы здесь капельку промажем слегка, немножко. Просто надо теперь уже ровно-ровно все намазать. Еще сверху крем. Немного нарежем укропчика. Смотрите. На ваше усмотрение, чем закончить эту вот эпопею. Вы можете и помидорок там. Я вот предпочитаю сделать вот так. Знаешь, чтобы у нас было такое? Гнездо-голухаря. Вот наш торт. Поверьте, это лучшее, что можно было сделать сегодня. Попробуйте сами. Подписывайтесь на наш YouTube. Уже у нас более 750 тысяч подписчиков. Вы нам очень нужны и очень помогаете. Повторюсь, доставка корзины, которая зашита в QR-код. Прям так и все у вас. Попробуйте, расскажите, что вы еще добавили. А мы будем дегустировать. Продолжение следует...